Ну что, добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на нашем микро-курсе, посвященном как раз азам каббалы. Каббалы для творческого человека, для композитора. И надо сказать, что меня удивил Ярослав Судзиловский, когда позвонил меня и попросил прочесть для авторов именно каббалистику. Но его можно понять, и более того, он абсолютно прав, потому что, конечно же, композиция – это не только техника, это не только тот набор профессиональных навыков, которыми мы владеем, как инструментовка, формообразование и так далее. Это всё мастерство, это всё здорово, замечательно, но, понимаете, это всегда должно быть во имя чего-то. И вот во имя чего-то – это ключевое. Потому что есть много разных музыкальных профессий, да, там может быть композитор, дирижёр или исполнитель на том или ином инструменте, но все они называются музыкантами. То, что есть нечто, что стоит выше то, во имя чего реализуется мастерство в каждой отдельной отрасли. И можно, конечно же, отказаться от всяческих, так сказать, идей, во имя чего вы пишете музыку. Да, можно. Тогда они будут, скорее, случайными. Потому что, в общем-то, музыка, которая не содержит никакого контента, такой музыки не может быть. Это музыка, которая просто будет нести в себе некий среднестатистический контент духа нашей эпохи. Можно, конечно же, ориентироваться на какие-то расхожие идеи, идиомы, расхожие идеи, которые уже многократно использовались и продолжают использоваться. Можно ориентироваться на какую-то новостную повестку. Но, как вы понимаете, сегодня что-то может быть ультраактуально и интересно, а завтра это, может быть, уже никого волновать не будет. Поэтому, прежде всего, конечно, художник должен уметь по-новому смотреть на мир. Но по-новому смотреть на мир, это не значит просто выдумать какой-то особый такой хитрый ракурс, который будет, скорее, апатажным, чем нести какой-то в себе глубокий смысл. Ценится, прежде всего, взгляд проницательный, более глубокий, чем на это способен, ну, условно, скажем, среднестатистический профессионал. И вот как раз не просто уметь смещать точку зрения на предмет, который мы хотим выразить в своем произведении, но делать это мастерски, то есть, чтобы наш взгляд был проницательный, чтобы наш взгляд схватывал те детали, которые ваша аудитория не смогла бы без вашей помощи разглядеть в звуке, в области формы или в области идеи, которая стоит за вашим произведением, вот это, собственно, и ключевой момент в композиции, да и, наверное, в любой творческой профессии, в принципе. В оптике подобного рода смещение называется параллаксом, да, то есть объект, ну, вам скажут, скажите, допустим, какому человеку карандаш, да, и он примерно себе представит какой-то среднестатистический карандаш, но навряд ли мы сумеем разглядеть карандаш, если мы покажем его вот точку только с тыльной стороны. Это будет необычный взгляд. И если вот, начав таким образом, вы сместите этот карандаш вбок с момента от неузнавания к моменту узнавания объекта, вот, собственно, в качестве визуальной некой метафоры, как строится любое глубокое, любое яркое художественное произведение. По этой причине, на самом деле, просьба Судиловского ко мне прочесть курсовом по Кабале покажется вполне закономерной, потому что Кабала – это метод, это методика выстраивания новых связей, новых взаимоотношений между интересующими нас объектами. По этой причине научиться ей весьма и весьма резонно. Резонно каждому. Это не единственный метод смещать свою точку зрения на предметы. Их, безусловно, огромное количество. Однако, на самом деле, у Каббалы есть свои преимущества, и их, надо сказать, весьма и весьма много. Ну, во-первых, начнем с того, что Каббала и Каббалистика в целом давным-давно уже перестали быть религиозными атрибутами какого-то там религиозно-философского и религиозно-мистического учения. Да, безусловно, изначально Каббала возникла в иудейской традиции в виде устной формы толкования торы, достаточно разветвленной, весьма интересные первые печатные каббалистические тексты. И Сефер Ецера, и Сефер Хабагир, и, естественно, Сефер Азора, наиболее известный каббалистический трактат. Все они представляли собой нечто наподобие очень разветвленного толкования на краткие фрагменты из Торы, но для русского человека понятнее Ветхого Завета. И что это были за книги толкования? Ну, по современной аналогии, это были такие своего рода митквелы. То есть в Библии сказано, что человек пошел отсюда и туда, а потом назад вернулся. А там дорисовывалось все, куда он пошел, что там происходило. Осмыслялось это не только с точки зрения предания святого, но и с точки зрения философии, на том уровне, на котором она могла существовать в начале Новой Эры. И постепенно, уже где-то к эпохе Ренессанса, каббала переросла иудаизм. Она прочно вошла в европейскую традицию и распространилась фактически вообще по всей территории Европы. Можно говорить о том, что крупнейшие философы европейские, многих из которых вы хорошо знаете, активно пользовались каббалой, не всегда на нее открыто ссылаясь, но, тем не менее, испытали колоссальное влияние каббалистики. И многие испытывают и используют, так сказать, методы каббалы по сей день. Ну, просто хотя бы перечислю ряд имен, которые, некоторые из них принципиально важны исторически, а некоторых вы просто должны хорошо знать из курса философии и просто из вашей общей осведомленности. Ну, одним из первых европейцев был Пико Даламирандала, который обратился к каббалистике. И, по сути, с него начинается уже христианская каббала. Каббалистикой увлекался Генри Морг, Бенедикт Спиноза, да, как одна и более фундаментальная такая фигура в истории философии нового времени. Можно назвать целый ряд и русских философов. Наверняка вы знаете Бердяева, Соловьева. То есть эпоха русского богоискательства напрямую была связана, в том числе, и с отсылкой каббалистики. Причем как философы-богоискатели, ну, так скажем, нейтрального направления, так и откровенно мистического. Ну, там, Нина Павловна Рудникова, допустим, то есть, атеосов очень крупный, и так далее. То есть, каббала вошла прочно в европейскую культуру и является одной из базовых мифологем для Европы. Понимаете? Очень важно знать стержневые мифы. Стержневые мифы той культурной традиции, в которой вы работаете как творческие личности. Например, если человек, там, пишет музыку, но он себе не представляет мифологему Грааля, но, в общем-то, наверное, его музыка как-то не совсем европейская. Понимаете? Это значит, что она вписана туда каким-то боком, опосредованно, неосознанно. Возможно, она что-то оттуда и будет отражать, но будет отражать это абсолютно не подконтрольно воле автора. И каббалистическая мифология, о которой мы поговорим сегодня, и каббалистическая методология, что, наверное, нам важнее, о которой мы поговорим завтра, она является составной частью европейского корпуса мышления. Потому что на каббалистике основана, по большому счету, вся современная наука и даже не всегда гуманитарная. Например, очень увлекался каббалой Парацельс, один из основателей современной фармы. То есть человек, который медикаментозно за счет химпрепаратов впервые стал лечить болезни. На каббалистике основано учение Карла Густава Юнга, аналитическая психология, которая активно используется и по сей день, и используется не только в целях, собственно, клинического анализа, но и распространена широко в культуре. Что касательно именно творческих решений в области каббалы, ну, можно тут вспомнить Борхеса, который фанател по каббале, но я бы хотел вам привести пример именно идеального каббалистического произведения, где один из ключевых символов каббалы, глиф Эцахаим, то есть глиф Древа Жизни, используется в качестве структурной основы произведения. Это роман Умберто Эка «Маятник Фуко». Ну, наверняка, вы все знаете, кто такой Умберто Эка, один из ключевых писателей второй половины 20-го столетия, ученый, и Эка в основу своего романа «Маятник Фуко» как раз положил структуру десяти сферот Древа Жизни, где каждый из глав не столько отсылает нас к учению какому-нибудь каббалистическому, сколько демонстрирует те принципы, которые лежат в основании каждой из этих сферот. Что такое сферот, как они строятся, что они могут дать современному человеку, мы поговорим с вами завтра. Это посложнее и потехничней, но сегодня у нас будет больше вводное занятие, чтобы просто, так сказать, расшатать ваши представления о окружающем мире, показать его возможные варианты, и вот как один из возможных вариантов, собственно, продемонстрировать методологию каббалы, на что она способна и как ей можно пользоваться. Ну, вот в качестве примера привел вам Умберто Эка. Это эталонный пример. Почему? Потому что человек сумел использовать каббалистическую методологию для выстраивания формы своего произведения. Он не просто сослался на некий миф каббалистический, такого-то миллион. Он выстраивает саму форму произведения, ссылаясь на каббалистику. И это не единственный возможный вариант. Когда вы прослушаете мой курс, возможно, вас заинтересует эта тема, вы еще что-то почитаете, я, безусловно, порекомендую литературу, которая могла бы быть полезна именно человеку, впервые соприкоснувшемуся с этой темой. И, конечно, если вы попытаетесь поэкспериментировать с этим в области музыки, то вы поймете, что и в музыкальной сфере тоже можно работать, не просто ссылаясь на некие каббалистические образы. Да, безусловно, так многие делают. И многие отечественные авторы, и зарубежные. Но можно пойти дальше. И можно, как и Эко, выстраивать саму форму с точки зрения каббалистической методологии. И даже, так сказать, саму драматургию отдельных фрагментов своего сочинения, исходя из тех закономерностей, которые представлены в Кабале. Но главное, на самом деле, даже, наверное, и не это. А главное то, чтобы современный человек, зашоренный, с одной стороны, достаточно жесткими мировыми религиями, с другой стороны, атеистическим взглядом на жизнь, который активнейшим образом представляется. С медиа, отовсюду, в общем-то, начиная со школы, да, там и заканчивая университетами. Но, понимаете, наука, она не может дать человеку духовной опоры. Каждому, безусловно, выбирать самому, является ли он человеком религиозным или нет. И вот каббала уникальна здесь в том, что человеку нерелигиозному она дает просто метод, не навязывая никаких религиозных взглядов. А вот человеку нерелигиозному, точнее, человеку религиозному, она как раз может дать намного большее. Она может дать ему возможность не просто точки опоры, а того, что можно было бы назвать точкой подвеса. Понимаете? Потому что мы все-таки не столько опираемся на какие-то идеи, сколько эти идеи, которые стоят выше нас, наши идеалы, они выше нас находятся. И было замечательно совершенно образ у Рудникова, это точка подвеса. То есть человек каждый в своей жизни, в своем творчестве, должен найти эту самую точку подвеса, тот самый крючок, на котором он сможет выстроить свою лервозренческую модель. Представьте себе следующую просто модель. Что есть каббала? Достаточно сложно человеку вне традиции объяснить быстро, что это такое, и тем не менее я попытаюсь. Это некий инструмент, который позволяет вам выносить суждения о тех вещах, о которых вы еще не знаете, благодаря тем вещам, которые вы уже знаете. Представьте себе некую компьютерную программу, которая способна конвертировать одну там валюту в другую. Вы вводите в один, так сказать, в одно отделение, сколько там у вас есть монеты, выбираете какую-то валюту, и, соответственно, эта программа мгновенно вам демонстрирует, сколько у вас есть в любой другой из валют мира. И, несмотря на то, что алгоритм этой программы достаточно простой, тем не менее, она позволяет вам быстро, оперативно получать такую форму знания, которую у вас до этого не было. То есть вы получаете реально новое знание. Так и вот, каббала, и в том числе и структура Эцахаим, вот классическая структура Древа Жизни, она позволяет нам выстраивать подобного же рода как бы программу, куда мы загружаем контент, связанный с нашей эпохой, с нашими потребностями. В каждую эпоху он был совершенно различный. Но, несмотря на то, что каждую эпоху в него загружают разный контент, тем не менее, она работает безупречно. Мы можем устанавливать новые взаимосвязи между теми явлениями, которые нам уже известны. То есть, по сути, это является своего рода некой картой как нашей внутренней, так и нашей внешней реальности, благодаря которой мы лучше можем в ней ориентироваться. Потому что вы можете, конечно, безупречно знать дорогу от дома до вашей работы, но это не значит, что вы знаете все возможные варианты, как туда пройти, и что параллельно, вообще, как и улицы другие расположены. Если вы откроете карту, вы будете знать пространство вариантов вашего перемещения, потому что, представляете, вы, допустим, всегда двигались, и двигались хорошо, успешно до своей работы, всегда вовремя доходили, а тут вы идете, и там дорогу ремонтируют, вы не можете пройти, а вы не знаете, каким другим способом добраться до вашей работы. То есть метод накатанный, метод наработанный, метод, которым и все пользуются, он хорош до первой поломки этого метода. А потом нужно адаптироваться. И вот адаптируется хорошо тот, у которого больше вариантов есть решение этой проблемы. Потому что есть вариант очень плохой, например, просто пойти домой и ждать, пока закончатся ремонтные работы. Есть вариант попытаться наобун найти, у кого-то получится, у кого-то не получится. Здесь 50 на 50. И Каббала в таком случае является действительно уникальным инструментом. Я абсолютно понимаю, почему ей пользовались многие писатели, композиторы, художники и так далее. Потому что метод, который эксплуатируется активно каждую отдельно взятую эпоху, он хорош до первой его поломки. А поломка на самом деле происходит очень быстро. потому что кто-то запускает некий тренд творческий, но сколько-то он проживет, сколько-то проживет его учеников на этом тренде. Но на самом деле все эти микростили, которые мы потом уже с высоты птичьего полета называем романтизмом, классицизмом, если близко посмотреть, на самом деле они делятся буквально по 20-30 лет. И попадая вот в такую стилистику, как правило, мы попадаем в уже точку, когда этот стиль почти выработан. И нужно искать что-то новое, нужно искать обходные пути для того, чтобы запустить что-то свое, а не просто плестись в конце, стоять в конце очереди, где, в общем-то, нам, скорее всего, уже ничего не достанется. Что интересного можно встретить в каббалистическом мировоззрении в целом? Наверное, ключевая идея, которая там заложена, можно говорить о том, что человек и внутренняя его составляющая, внутренняя карта нас, и внешняя карта мира, они синхронны, они синхронизированы. Более того, они фактически копируют один другого. Все окружающее нас нераздание, оно представлено в каббале в виде тела Адама Кадмона, и это же тело Адама Кадмона повторяет человек. То есть, когда человек, мы, как наследники Адама, мыслимся людьми, то есть, это не значит, что Адам был таким же, как мы, человеком. Согласно каббале, Адама, Бог творит, это и есть весь мир. Адам Кадмон, это и есть структура древа жизни, как такового. Мы, по сути, внутри него и живем. Почему это на самом деле миф очень любопытный? Дело в том, что задолго до современной науки каббалисты поняли вот эту взаимосвязь внешнего и внутреннего. С одной стороны, вам дарвинист любой скажет, что наш внутренний мир действительно точно соответствует внешней реальности, потому что он произошел, он сложился из приспособления живого организма к тем внешним условиям, в которых мы жили, точнее, жили наши предки, естественно. С другой стороны, вам любой психолог скажет о том, что все, что вы видите во внешнем мире является на самом деле интроекцией ваших психологических представлений, чаяний, ожиданий об этом мире, который вы транслируете вовне. Более того, современная наука в принципе стоит на позиции, что вы мира не видите от слова никак. Вы видите модель мира, которая и есть тоже ваша внутренняя реальность, в том числе и ваше собственное тело, это лишь некая игровая фигура, размещенная в этой модели мира. Таким образом, внешняя и внутренняя взаимопересекаются. Сложнейшую очень игру, которую обычно современная наука изображает эту фигуру в виде бутылки Клайна. Ну, представляете себе, как выглядит бутылка Клайна, можете загуглить, да, у нее внутреннее и внешнее, нельзя сказать, какая у нее часть внутренняя, а какая внешняя, такая фигура, у которой внутреннее и внешнее взаимопересекаются. Так и вот, структура святого древа, или древа Эц-Ахаим, древа жизни, является картой, как вот этой внешней, так и внутренней нашей реальности может быть применена как последовательно то к одному, то к другому, так и в их взаимопересечении, что мне представляется весьма и весьма любопытным. На самом деле, такая точка зрения, она позволяет существенно сместить взгляд человека, мы привыкли все делить на внутреннее, внешнее, на материальное, духовное, а здесь такого деления нет. Есть деление несоизмеримо более тонкое, но оно никогда не делится так прямолинейно и грубо. то же самое вам любой исполнитель или концертант скажет, что он не знает, что при его исполнении от него, а что от публики. Он разной публике будет играть не одинаково. Но если только вы не заучили под запись какое-то исполнение и просто повторяете его бессмысленно и бездумно, ну, навряд ли у вас тогда будет хоть какой-то резонанс со стороны публики. Но в разных залах люди играют по-разному. Более того, если вы вспомните Густава Малера, так он в разных залах еще каждый раз переинструментовывал свои симфонии, то есть на репетициях внося ретуши. Постоянные, постоянные, более того, уже после издания, в том числе его партитур. Поэтому сочинения приспосабливаются, что есть здесь внутреннее, что внешнее. А здесь они уже взаимопереплетены. Я думаю, как раз это тоже не случайно, что наиболее такая показательная фигура Малер, Малер из еврейской общины выходец, и поэтому для него это должно было быть, так сказать, в крови. Кабалистика должна была быть ему свойственна по определению. По большому счету, вся структура Третьей симфонии тоже очень-очень близка к Кабале, а только скорее представляет собой противоположенную модель от маятников укумберта Эка. Не сходящую в сторону материализации, а напротив восходящую в сторону вершины венца. Древо жизни, которое мы будем подробно разбирать в следующий раз, завтра представляют собой 10 контейнеров определенным образом структурированных и расположенных между ними 22 перехода, 22 пути. Таким образом, мы имеем 32 элемента. 32 элемента, ну, это, конечно, не как таблица Менделеева, там их побольше, но очень похоже на нее на самом деле. В принципе, очень похоже и идейно, и если посмотреть мифологию каббалистическую, вы поймете, насколько на самом деле каббалистика была близка к современной научной модели, причем задолго, за очень долго до нее, когда наука просто тогда плелась где-то в хвосте гуманитарных наук, ну, наукодухи, так скажем, гуманитарных тогда не было, естественно, наук. Эти контейнеры это определенные сосуды, которые способны в себя вбирать идеи лишь определенного типа. Ну, там, допустим, идеи прорыва, разрыва, отсечения войны на грубом, да, уровне, там, хирургической операции на более тонком уровне, допустим, одна, да, некая, один некий сосуд, другой, напротив, идеи экспансии, власти, расширения, что на самом деле одно и то же, а значит, и взгляда, горизонта как такового, другая идея. И вот такие контейнеры, которые, по сути, оперируют абстрактными общими понятиями, могут нами заполняться теми идеями, которые нас сейчас интересуют. И когда мы их загружаем туда, мы понимаем, что между ними есть определенные пути. Во-первых, эти идеи, они не просто где-то теперь валяются, до этого у нас это была идея, допустим, власти и войны. Вот у нас были с одной стороны, с другой стороны, для кого-то это вообще одно и то же, для кого-то противоположные вещи, а мы теперь знаем, что, допустим, идея войны, она вот здесь, в гвуре, а идея власти будет здесь, в Хесет. И между ними есть путь прямой, причем одна из них относится к левому столбу со своей символикой, а к правому столбу со своей символикой. И если мы рассмотрим любую идею, которая нас интересует с помощью этой карты, мы сможем в ней установить новую систему взаимоотношений, которая до этого от нас ускользала. И это очень-очень важно. Как это работает? Ну, если мы отбросим идею того, что это действительно является тело Адама Кадмона, и мы правда в нем живем, да, то есть, если мы попытаемся все-таки объяснить это с точки зрения современной рациональной, современной рациональности, с точки зрения современной науки, то это работает на самом деле весьма хитрым образом. Наше восприятие, оно является восприятием кластерного типа. Чем меньше активизируются нейронных связей в единовременности, тем меньше шансов у того, что некое событие во внешнем мире или внутреннем мире будет вами замечено. Не будем забывать, что у нас вообще-то на самом деле операционных систем не одна, а как минимум три. У нас есть сетчатка на глазах, которая на самом деле самостоятельно принимает решение на фильтрацию до целого ряда объектов. Если они не переходят порог восприятия. у нас есть спинной мозг, у нас есть головной мозг. И от слаженной, очень строго сложно организованной работы всех отделов головного мозга зависит того, получите вы на выходе воспринятый вами объект, или вы его в принципе не заметите. То есть когда мы говорим, что для человека какого-то объекта не существует, нужно говорить о том, что он реально его не видит. Это не фигура речи. То есть в прямом смысле слова человек может чего-то не видеть. И вы все с этим сталкивались поголовно, когда допустим вы срочно хотите выйти куда-то из дома и вот ищите ключи. Точно уверены, что ключи положились сюда-то, найти не можете. Ищите, 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 и где вы их находите правильно, точно там, где вы их положили. И где вы уже десять раз искали их. Это что значит? Это значит, что ваш мозг действительно вместо ключей достроил текстуру стола. То есть вы их в прямом смысле слова не видели. И то же самое происходит и со слуховым восприятием. и с ментальностью в принципе в целом. Это значит, что у этих ключей по той или иной причине либо не хватало энергии у этого образа, чтобы попасть в кластер, и вы его заметили, либо привет дяде Фрейду, он у вас вытеснялся по той или иной причине, что на самом деле то же самое. то есть если утапливает, чтобы он не попал в кластер, нечто другое, некая сторонняя идея, то есть по сути вытеснение работает таким же образом. Смысл один и тот же. Если что-то не попадает в кластер, то есть в гору, собранную гору восприятия, и не пересекает порог восприятия, вы этого не воспринимаете. От слова никак. И соответственно, чем более вы хотите быть проницательным в своей творческой области, тем в большей степени вам нужно формировать вот эти кластеры. Тем в большей степени у вас должна быть разветвленная сетка ассоциаций, связанная с каждым звуком, с каждым тембром, с каждым типом музыкального инструмента, построением формы и так далее. Самое главное, что здесь уже понимаете, вопрос не о том, что будет ли воспринимать все это в таком же объеме ваша публика. Здесь важно, чтобы вы были более проницательны. Если вы это увидите, увидите во всем объеме разветвленности своей и сумеете необычным образом повернуть, то часть из этого публика увидит. Ей понравится, потому что это будет необычно, потому что это будет оригинально. если же вы сами этого не видите, так простите, там публике с гульки нос останется, там публике уже вообще ничего не останется, по сути. Я вот буквально на днях, на прошлой неделе выступал на межконтинентальном конгрессе по психоанализу и как раз с темой красота как процесс и пытался показать, как создается эффект красоты как таковой в произведении искусства в том числе. Я уже выложил этот доклад, сегодня не буду вам повторять, то есть на моем официальном канале он лежит, поэтому можете пойти, посмотреть, потому что это расширит нашу тему, да, чтобы вам просто голову здесь не забивать информации и не тратить наше время. Так вот, я там просто параллель показывал, что красота также функционирует, понимаете, нужно пробить порог, пробить порог восприятия. Если вы сами создаете нечто и вам кажется, что оно красиво, то скорее всего всем остальным оно будет недостаточно красиво. Почему? Потому что вы воспринимаете то, что относится к вам острее, чем то, что относится ко всем другим людям. Поэтому как раз и есть понятие муки творчества и прочие не особо высокоэстетичные риторические фигуры, я их не люблю, вдохновение и муки творчества, но тем не менее слово муки здесь корректное. Потому что человек, создающий произведение искусства, должен ощущать его практически как безобразное. Он должен более остро чувствовать произведение, чем его прочувствует публика. Публика его будет чувствовать менее остро. Поэтому если вы чуть-чуть прикоснулись к порогу восприятия, у публики он скорее всего вообще не дойдет до порога восприятия. Ну, бывают исключения, понятно, у всех опыт свой, но тем не менее, я говорю о неких вещах в целом. Если же вы остро чувствуете нечто, то, что создаете, почти невыносимо, то до публики оно вот дойдет как раз аккурат и будет воспринято. То же самое касается вообще природы восприятия в целом. Поэтому, безусловно, расширение цепи наших ассоциаций, оно очень-очень важно. Некогда, начиная от Юнга и его учеников, вот такую каббалистическую методологию стали вообще визуализировать. выписывается понятие некое, которое нас интересует. И мы от него чертим ближайшие, допустим, ему соответствия. Ну, там, не знаю, возьмем в качестве понятия солюция, растворение. Что такое рядом будет? Кислота, возможно, вода. Отвод, что может быть? Там околоплодные ворты, дали, мировой океан. И вот так мы идем от первичного ряда ассоциаций к вторичному и до тех пор, пока мы не дойдем до исчерпания этого ряда. Скорее всего, то есть, там какой-нибудь десятый уже уровень будет относиться к другой сетке. Когда вы доходите там уже до огня, то есть, вы понимаете, что навряд ли огонь к воде имел прямое отношение, да? И вы поняли, что вы дошли до границ того круга, который хотели очертить. Так, вот такие сетки их выписывают сейчас современные ученые по самым разным дисциплинам. С этого начали как раз юнгианцы, особенно этим увлекался последователь Карла Густава Юнга Эдвард Эдингер. У него вообще таких схем очень-очень много. Но вы можете вот просто попытаться нечто подобное сделать, поначалу это сделать, конечно, проще всего на словах, а потом это можно делать и музыкально, да, на уровне уже фразы интонационной. Вот некая мысль, как вы ее видите интонационно, ее ближайшие варианты, варианты вариантов, варианты от этих вариантов, пока вы не дойдете до уже совершенно новой музыкальной мысли, которая вам уже для, так сказать, отражения первичной идеи будет не нужна. Вот вам, пожалуйста, первый пример метода вполне конкретного, вполне каббалистического, который можно применять буквально на нотах, применять на практике, с которой вы можете уже сейчас начать работать. И самое главное здесь, понимаете, что вы так выстраиваете вот этот кластерный тип мышления. Безусловно, необязательно в свое произведение засунуть все-все эти варианты. Вы как раз можете проложить определенную тропу, определенную дорожку, потом распределить это как-то по форме вашего произведения. Важно, чтобы вы в голове на осознанном уровне удерживали все эти варианты. То есть, когда вы прописали эту схему, все, у вас есть карта. Вы же не идете сразу, когда идете по городу, вы же не идете сразу по всем маршрутам. Ну, это глупо, да? Более того, это технически невозможно. То есть, вы идете по какому-то маршруту, либо по самому красивому, либо по самому удобному, самому безопасному, в зависимости от того, какую вы ставите перед собой цель. То же самое здесь. Вы выбираете, как вы по ней пойдете. Пока у вас нет карты, вы шли на бум лазарь. Может быть удачно, но не факт, что вы бы могли эту удачу повторить. Подобными же методами, скорее всего, интуитивно пользовались и некоторые авторы, некоторые авторы даже хорошо этот метод задокументировали. Есть наброски работы над материалом второй части пятой симфонии Бетховена, где подробнейше буквально взращивается этот мотив и потом человек работал вариационно над темой вариаций. Причем все, что он с ней сделал, стало темой, а не вариациями. А в вариациях он уже по этому пути не пошел. Понимаете? То есть он вырастил из некого зерна цветок, а цветок уже стал развиваться по своим законам, по своей логике. Либо можно в пример привести метод работы Сергея Ивановича Танеева, который выписывал реально все возможные варианты работы с тем материалом, который у него был в каждом сочинении крупном, над которым он работал, но использовал из этого там может быть 5%. Но это было 5% осознанной работы, во-первых, а во-вторых, речь шла о том, что он постоянно поддерживал колоссальный интеллектуальный композиторский профессиональный уровень, тонус. Понимаете? Каждый раз, когда мы идем на бум-лазере, каждый раз, когда мы пытаемся интуитивно выстроить творческий процесс, на самом деле мы тебе даем поблажку. Такая поблажка хороша, когда, понимаете, у вас заказ горит и вам завтра сдавать, тогда да, тогда тут без вариантов, нужно просто сделать и сдать, потому что есть дедлайн. Но такая поблажка, как закономерность, это очень плохо, потому что у вас творческий потенциал, пока вы учитесь, он развивается хорошо, вам просто не дают слабинку. Но когда человек начинает, уже отправляется в свободное плавание, куда он просто пишет на заказы, особенно если заказы без дедлайнов, человек начинает себе давать поблажки, а это очень плохо. И очень быстро его творческий облик начинает разрушаться, деградировать. Вместо того, чтобы наращивать эти кластеры, о которых я вам сегодня говорил, они выхолощиваются, они уменьшаются, и он начинает пользоваться единственной прокатанной дорожкой, которая для его творчества была верняком, которая его всегда приводила к некой цели. Но чем как бы больше мы ходим по одной и той же дорожке, тем она больше начинает нам надоедать, и не только нам, а во-вторых, там могут быть сбои, могут быть эксцессы. Пока в обществе ничего не поменялось, пока есть спрос на какого-то рода музыкальный материал, может быть это будет некритично. Но как только в обществе сменится повестка дня, все, этот автор уже ни к чему приспособиться не сможет. И скорее всего весь тот материал однотипный, который он наработал, просто переедет на помойку истории. Если у автора было много стратегий, много вариантов, с большой долей вероятности в каждую последующую эпоху в его творчестве будут находить что-то интересное. Причем скорее всего приоритеты в его творчестве будут смещаться. Далеко не одни и те же сочинения в каждую эпоху в творчестве мастеров классики считались самыми пиковыми достижениями. Потому что в них находили разные вещи. А теперь представьте, что у автора было бы бесконечно тиражируемое только одно произведение. ну вероятно тогда тут 50 на 50. Либо он попадает в следующую эпоху и он принимается ей, либо не попадает. Тогда о нем благополучно забудут, играть это никто не будет. Что еще я хотел вам сказать? А хотел я вам сказать следующее. То есть когда я вам привел пример с ключами, с кластерным восприятием, это одно, но людям свойственно недооценивать, насколько один человек может воспринимать реальность острее, чем другой человек. Нам кажется, что речь идет о мелочах, но это вообще не так. Дело в том, что в 21 веке уже, когда развились технологии настолько, что они могут хорошо фиксировать осцилляцию в коре головного мозга, проводились эксперименты по изучению, просто сравнительному анализу мозга буддистских монахов, которые прошли энное количество тысяч часов медитации и обычного человека. Так и вот, эти данные, которые обнародованы в фундаментальной работе Томаса Мэтсенгера, современного немецкого философа, Эго Тоннель эта работа называется, так вот, они говорят о том, что один человек по отношению к другому человеку, его восприятие, острота восприятия может отличаться в сотни раз. Представляете? В сотни раз. По большому счету, речь идет вообще о другом биологическом виде. И вот это-то и нужно осознавать. То есть, когда мы говорим об авторе, когда мы говорим об авторе с большой буквы, речь идет о человеке, который сумел развить свое восприятие в своем профиле, да, глаз для художника, действия для кинематографиста или режиссера театрального, для нас это звук, фактура, возможность работы со звуком в пространстве. так вот, если человек сумел развить свое восприятие в десятки, а то и сотни раз выше, чем у мастеров среднестатистических, вот он и может действительно творить нечто новое, принципиально новое, потому что он видит больше вариантов. Все ходят в одну и ту же дверь, а он открывает другую спокойно, потому что находит ее, потому что он видит, где она находится. И почему пример был именно, почему именно изучали монахов буддистских? Ну, во-первых, потому что их много, речь идет не о каком-то уникальном случае, а по сути это массовый продукт определенной методологии. Это, во-первых, уже показательно. То есть, значит, развить эти свойства можно у любого. А во-вторых, потому что они пользуются совершенно конкретным методом. То есть, буддистские монахи, они там себе сидят, медитируют на стену, классическая медитация на стену. И почему стена настолько так развивает у них вот эту остроту восприятия? Да потому что на ней ничего нет. Знаете, когда вы смотрите, вы привыкли, что вокруг все что-то мелькает, блестит, и это настолько острые раздражители вокруг нас, звуковые, просто звуковой шум неимоверный. Выйдите в любой большой город, в Москву, да, в центре где-нибудь, там просто давление звуковое настолько колоссальное, что я, в принципе, в берушах кастомных хожу, у меня уши почти полностью заткнуты, потому что я вынести это не могу. и человек, который долго-долго в абсолютной тишине медитирует на пустую стену, он начинает различать в этой стене огромное количество микродеталей. И потом, обращая уже свой взгляд на мир, он начинает в этом мире замечать те микроизменения, которые мы до этого не фиксировали. То же самое можно сказать о звуке. Попробуйте там, не знаю, отслушайте второй струнный квартет Мортона Фелдмана, который там почти 6 часов идет. Там почти ничего не происходит. Вот вам та же самая медитация. Отдельные звуки. Вслушивайтесь в него, ну и дай бог не засните. Ну вот. Если повезет, не заснете еще. Играть-то там точно не заснешь никак, да, 6 часов играть. Это тяжело. Вот я помню, как мы исполняли нашим супругой ансамблем одно из крупных сочинений Фелдмана, титанически тяжело. То есть, ну ты за репетицию успеваешь только исполнить. Ну вот. А играть, учить там детали какие-то, там, ну почти что бессмысленно. Их нужно в форме выстраивать. Там играть технически мало чего есть. Это несложно. С точки зрения техники сочинений сложно по форме собрать. Так и вот. Ты полностью перестраиваешь свой мозг после прослушивания этого. Вот представьте себе, что вы, допустим, отслушаете этого Фелдмана, а потом возьмете и включите какую-нибудь музыку, старую музыку, классической эпохи, которую и так хорошо знаете. Ну, не знаю, там какую-нибудь симфонию Юпитера, Моцарта, да, то, что вот все знают. Вы ее вообще по-другому услышите. Вы настолько там начнете слышать то, что раньше там вообще не замечали. Например, вы начнете слышать не мелодию, а отдельные тонны, переходящие друг к другу, отражение этих тонов, да, отзеркаливание этих тонов, игра этими тонами между инструментами. И, ну, например, если много послушать Фелдмана, а потом включить какого-то Мендельсона, вам будет всегда казаться, что там некрасивые мелодии, а что там все время не дают звуку раскрыться. Что звук только начинается красиво и срочно переходит на соседний звук. Его не дают послушать нормально, как звучит отдельный тон, там, скрипки или виолончели. То есть, мы начинаем слышать совершенно по-другому. И то, что, как бы, можно сделать за счет вот этой пьесы Фелдмана, это, в данном случае, вы являетесь жертвами, заложниками, или, так сказать, соучастниками эксперимента Фелдмана, это он все продумал, а вы лишь получили нечто на выходе и нечто сугубо однотипное, то есть, другого вы от Фелдмана эффекта не получите, потому что именно на это он рассчитывал. но, если вы встанете не на позицию слушателя Фелдмана, а на позицию, которая стоял сам Фелдман, то есть, сумеете создавать такие новые взгляды на, в общем-то, нечто привычное, Фелдман, он не пользовался никакими особыми приемами, никакой-то особенной там гармонией или особенными тембрами их сочетаниями, то есть, ну, струнный квартет, играют обычные ноты, ничего там такого нету. То есть, в принципе, с точки зрения новации, новации там ровно ноль. Но, оно производит такой эффект, которого не производило никакое другое сочинение до Фелдмана. Вот вам отличный пример, как раз, когда нужно инвенции, изобретения создавать непросто, созидая нечто, вот, ну, там, никто еще скрипку с девятого этажа не бросал, с восьмого и с десятого бросали, да, с девятого не бросали. Вот я брожу с девятого. Эта инвенция, ну, сомнительная, понимаете? А вот если взять обычную скрипку и заставить ее звучать совершенно по-другому, чтобы публика услышала эту скрипку с новой стороны, так, как она ее никогда еще не слышала, более того, в идеале, чтобы после выхода из концертного зала публика еще и начала город слышать по-другому после прослушивания вашего сочинения. Вот это некий топовый уровень, некий сверхвысокий уровень, во имя которого, в общем-то, мы с вами все и трудимся, и работаем, и именно методы смещения нашего взгляда на мир могут позволить нам выйти на эти рубежи, помогут нам освоить их. что еще полезного в осознании всевозможных методик смещения взгляда на мир? Дело в том, что в современном нам мире все чаще и чаще ученые начинают говорить об идеале полимата. Полимат или человек, развитый со всех сторон, некогда это назывался ренессансным человеком, универсальным человеком, идея, возникшая в Европе одновременно с появлением в Европе каббалистики как таковой. И эта идея на самом деле теперь начинает уже занимать умы и бизнес-стратегов, и военных стратегов, и политиков, потому что речь идет о том, что мы живем с вами в такого рода мире, в котором как раз полиматия является едва ли не единственным возможным способом осуществления творческой личности. Все перемешивается, все взаимодействует. Музыка взаимодействует с медиа, с пластикой, танцем. Музыка перестает быть просто искусством звука как такового. И для того, чтобы уметь представить свой проект, нужно уметь очень много чего еще, и возможно даже далеко выходящего за пределы музыки. Но в качестве одного из первых таких универсальных людей в музыкальной сфере относительно недавнего нашего прошлого можно назвать фигуру Джона Кейджа. Один из выдающихся художников. Его картины стоят баснословных денег, то есть он реально профессиональный живописец, да, прекрасные работы писал. Это философ, мыслитель, который оказал влияние на современную эстетику, который является одним из самых цитируемых вообще в принципе эстетикам современности. Это безусловно композитор, исполнитель, это новатор в области музыкального инструментализма, по большому счету его все эти изобретения с болтами, с препарированным роялем, это же новации в области самого инструмента как такового, то есть это апгрейд инструмента на уровне его боди, на уровне его корпуса. И то есть тот же самый Кейдж читал курс по словесности в Йелле, вы понимаете, в Йельском университете, там же, где Бродский читал. И то есть это и тексты, это и философия, это и эстетика, это даже совершенно сторонние некие сферы Кейдж был специалистом по грибам, то есть он был достаточно известным грибоведом, не знаю, как они точно называются, вот, и в этой сфере у него тоже есть свои достижения, понимаете, человек, который занимается сразу всем, и для современного нам мира это перестало быть какой-то каким-то эксцессом, это стало нормой, и более того, если мы попытаемся взять один единственный срез, то есть попытаемся найти такое сочинение у Кейджа, где бы не было заложено никакой философии, где бы никакие методы его экспериментальные не были применены, просто возьмем музыку как таковую, но, наверное, она покажется нам недостаточной, нам покажется непонятно, почему Кейдж тогда занимает настолько высокую позицию в музыкальном мире 20 века, но, если мы добавим все вот это остальное, то никаких вопросов не будет, понимаете, человек может наращивать свое мастерство в одной сфере, компенсируя его дополнительными сферами, он умел то-то, 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 и каждый раз подстраховывал, некий свой интеллектуальный или музыкальный ход страховками в другой сфере, и это работало, так же, как это работало некогда у Леонардо, понимаете, поэтому полематия для современного мира является одним из выходов, одним из выходов из кризиса специалиста по левой ноздре, на которую, в общем-то, ориентировались профильные институты середины двадцатого столетия, на которые ориентировалось образование эпохи модерна, а не постмодерна, и для нас сейчас, мне кажется, вот, приобщение к той же кабале, к чему угодно еще, мне кажется, то есть, это просто частный случай, и частный случай очень показательный, понимаете, то, что вот вы сейчас слушаете здесь курс не по тому, как сопрягать там терцию, как она там обращается, а почему-то совсем другому, потому что, если вы не найдете для себя вот эту точку подвеса, если вы не найдете для себя некие одеяния дополнительные в виде идей, которые будут сопровождать ваше творчество, то с большой долей вероятности самого творчества окажется недостаточно, и не потому, что оно у вас там плохое или до чего-то не дотягивает, нет, просто по той простой причине, что сейчас мир выходит как раз в позицию уже полематии как системности, и если будет один хороший композитор, который будет еще и режиссером, то ему отдадут предпочтение перед хорошим композитором, которым режиссером при этом не является, потому что тот может больше, одновременно может больше. Поэтому нужно уметь увязывать то, что вы делаете, и с живописью знать современное состояние той же живописи архитектуры, нам музыка очень плотно связана на самом деле с архитектурой, мне всегда казалось, что как раз если проводить параллели аккурат между авторами каждую эпоху, между музыкой архитектуры, она просто настолько четко ложится, просто нужно понимать опять же архитектонику архитектурного произведения, как оно строится, не просто смотреть на его фасад и говорить красиво-некрасиво, все-таки архитектурная постройка сродни музыкальному произведению, как вы проходите, как функционирует каждая из частей этой постройки, что в ней базовая, что второстепенная, как смещаются акценты при обходе здания изнутри, снаружи и так далее. И все это может как раз позволить человеку создавать уже некие мега-кластеры восприятия, мега-структуры, которые, опять же, смотрите, если вы сознательно делаете отсылки к структурам в области живописи, философии, не знаю, современной литературы, это все намешано, кто-то считает что-то одно, кто-то другое, кто-то третье. Безусловно, никто не сумеет собрать этот кластер целиком, тем более, что там появятся еще так называемые паразитические фигуры, то есть это некие кластеры, которые вы сами не предполагали, но они с необходимостью там возникли. Но важно то, что каждый, слушая вашу музыку, будет включаться в это поле, и оно всегда будет пробивать его порог восприятия. Каждый. Вне зависимости от того, там может быть, эти люди воспримут в вашем сочинении совершенно разные срезы, совершенно разные пласты, но они будут зацеплены, им это их заинтересует. А если вы будете делать ставку просто на звук как таковой, на то, как вы умеете с ним работать, но возможно кого-то из профессионалов это зацепит, и возможно кто-то это даже оценит, но делать какие-то выводы о том, что это может зацепить большинство, здесь это уже сугубо фактор случайности. Я не буду отрицать, что может такое пойти в народ. Да, может, может, но может и не пойти, и скорее всего не пойдет. Ключевая идея, которую я бы сегодня хотел озвучить, прежде чем мы посмотрим бегло несколько мифов каббалистических. почему вот такой вот глиф, почему такой вот символ многосоставной нам может помочь, а просто от балды накиданные какие-то в кучу идеи не могут. Дело в том, что вообще это очень интересная тема. Наверное, где-то начиная с Хайдегера философы все пытаются прийти к такой мысли, что все вещи, которые мы можем помыслить в свою эпоху, они происходят в одновременности. То есть что-то, допустим, в нашем величайшем поражении уже может зреть будущая победа, если мы достаточно закалились в этот момент. и напротив какие-то вещи выходят за пределы нашего культурного восприятия, культурного кода, какие-то вещи недостаточно пробивают наш порог восприятия, какие-то вещи напротив чрезмерно на нас давят и вытесняются нашей психикой. То есть одновременно происходит по сути все. Поэтому на самом деле если вы просто накидаете какие-то понятия и попытаетесь их объединить в кластер, это тоже будет работать, но у вас не будет системы. Вы по сути попадете в такую карту, знаете, есть у целого ряда писателей и фантастов такие самые страшные представления реальности, ну если вспомнить там какой-нибудь проект знаменитый Хоррор Куб где вы находитесь в пространстве вы не можете выстроить его карту потому что она все время меняется. Само пространство все время меняется. Или там у Стивена Кинга особняк Красная Роза. Вот тоже самое, да, такой же проект. Вот здесь была комната, а теперь нету здесь комнаты, а через минуту снова будет, но другая. И вот если вы просто будете пытаться связать между собой представление полагаясь на Абум, то вы попадете вот в такой особняк Красная Роза. Если вы вспомните, оттуда очень мало кто вышел, из Кубы еще меньше. Вот. А если вы используете для этого какую бы то ни бы то систему, будь то Каббала, будь то Карты Таро, которые для этого же создавались в ту же самую эпоху, эпоху Ренессанса, да, величайшими философами того времени, художниками великими, то тем же Монтеньо, Дюрером и так далее. Вот если вы будете пользоваться этими методами, именно как методами картографирования вот этих процессов, которые от вас ускользают сейчас, они всегда будут работать вне зависимости от того, что сейчас происходит, и в какую эпоху вы живете. И абсолютно все равно, что Пикер Деломиранд в одно время жил, а вы живете там в 21 веке. Это не имеет никакого значения, потому что есть дорожки, ведущие от одного объекта к другому. Что в этих объектах каждая эпоха предлагает свое, но вы знаете, как оно картографировано. По этой же причине все больше и больше мыслителей обращается как раз и к философскому осмыслению карт Таро, которые, кстати, с Кабалой очень тесно связаны. Но если кому-то будет интересно, это просто вообще, в принципе, тема моих научных исследований. Я уже четыре огромных тома на эту тему написал. Вот такие вот, ну, в данном случае это первая книга «Лики мистерий». Это единственный, первый в истории будет многотомник, предполагаю, что восьмитомник, посвященный философии карт Таро, да, с эпохи ренессанса до современности, до Сальвадора Дали и до уже ныне живущих, соответственно, авторов. И вот это как раз очень плотно связано с Каббалой, эти системы возникают почти одновременно. Вообще философия Таро без Каббалы немыслима, ну, на Каббалу Таро в меньшей степени оказало влияние, тем не менее тоже оказало. Это глиф не первичный. Вот этот глиф, он уже европейский, он не иудейский. Вот. У иудеев все эти шарики были один в другой помещены. Концентрические круги были. Вот. И соответственно, человек, который пользуется вот такими системами, система может быть любая, система может быть там, не знаю, какие там эзотерические бывают, Руника, Ицин, да, книга перемен, пользовался активно Джон Кейдж, как раз книга перемен. И не случайно, кстати, он ей пользовался, потому что это системы. Это не системы предсказания будущего, по типу, как там любит, не любит, плюнет и поцелует, понимаете? Это системы того, что позволяющие вам увидеть нечто, что вы так не видели. Каббала позволяет это сделать вам сознательно, те же карты Таро позволяют это сделать вам спонтанно, вы вытягиваете некую карту, которая должна показывать ситуацию, на которую вы рассчитываете. И с большой долей вероятности это будет не та карта, которую вы себе представляли, да их все-таки много. Но любая вытянутая вами карта будет говорить правду. Потому что в ситуации много граней. И ту, которую вы и так знаете, она вам бессмысленна, вы же и так знаете ее. Вы и так ее предвидите. А вот остальные моменты, которые содержатся в ситуации, вы не видели до этого. Хлоп, вы тянете карту, и вы замечаете, а оно же еще и туда идет. Понимаете? То же самое можно делать при помощи, опять же, кабалы. Вот вы выстроили, что у вас есть некая одна идея, вы хотите добиться, добраться до другой идеи, и вы смотрите, как они расположены. Вам до этого казалось, что они рядом, и их связывает нечто одно, а здесь вы поняли, что их связывает нечто другое. Это не значит, что вы до этого были неправы. Здесь истины в последней инстанции никто не дает. Это значит, что вы при помощи этого метода увидели еще одну грань того составляющего, окружающего или внутренний нас мир пространства, которую до этого не замечали. В том числе хоть на свою музыку можно на картах гадать, понимаете? Только не то, что написать. Это уже ваша личная воля. Хотя Кейдж, как вы знаете, располагал, еще начиная с игры Моцарта, свободно расположенных контрданцев, витаминуэтов. Кейдж тоже свободно располагал эти через предсказания на Идзин, но на самом деле это уже скорее опять же некий эксперимент, который позволяет автору выработать такого рода подход к своему музыкальному языку, когда каждый отдельный фрагмент окажется самодостаточным. И действительно они смогут быть расположены как угодно, и от этого будет меняться скорее общее отношение к этому музыкальному пространству, ну как там третья соната Булеза фортепианная, по сути чистая каббалистика. Каббалисты что делают? Они любят переставлять буквы местами, это одна из ключевой метод работы каббалистической с текстом, потому что согласно каббалистике считается, что слово, где можно переставить буквы и получить другое слово, является комментарием к первому слову. даже еще более страшно, но в русском языке не получится. Дело в том, что древние языки, они у них не только алфавит, но буквы алфавита это также еще и цифры. Цифры арабских не существовало, да, и соответственно, то есть первая буква это один, вторая буква это два, потом дойдем до десяти, потом пойдет соответственно сто, двести, триста и так далее. Сколько букв есть? Это свойственно и для греческого языка, там как раз появилась, это называется гематрия. Гематрия это исчисление, перевод слова в число, то есть вы пишете некое слово, трансформируете его букву в цифры, складываете цифры и получаете число этого слова. Так и вот, считалось, что любое слово, дающее одинаковое число, является комментарием к каждому из этих слов, которые дают одно и то же число. В русском языке так не получится, но может получиться, допустим, из одного слова посредством перестановки букв, сделать другое слово. Вот вам по сути булезовская комбинаторика, которую он представляет в третьей фортепианной сонате. Можно и так, и сяк, как угодно эти тропы сопрягать, и мы все равно получим булезовскую сонату, но, то есть, если вы привыкли до этого, как строится музыкальная форма, как будто бы архитектурное произведение, по которому вас ведет гид. То есть, не вы идете куда хотите, вы же слушаете, вы же не можете в любой момент времени, там, назад повернуть сонату, или остановить ее во время концерта. Вы ведет, вас ведет композитор, как гид, по этим красотам, и они рано или поздно заканчиваются, вас вывели из дома. А булезовская соната, вы когда ее играете, вы можете пойти направо, налево, потом вернуться снова, где уже были. Вы эти тропы как угодно располагаете. Но это же не значит, что она от этого перестает быть булезовской сонатой. Но отношение к форме уже совершенно другое. И это отношение тоже каббалистическое. Понимаете, чистая комбинаторика такая. Это тоже важный момент, тоже сможете с ним на самом деле поэкспериментировать. И можно даже это попробовать поэкспериментировать с самими нотами, как трековыми. Ноты в неких вот таких комбинаторных вариантах, которые являются комментариями к друг другу. Какой-то самый примитивный там пример, не знаю. То есть для каббалист это было бы все одно и то же. И действительно в какой-то степени это одно и то же. Но я сыграл три ноты, вы можете десять нот, двадцать, тридцать нот, да, можете лад сделать на весь рояль, сложно организованный. Но смысл в том, что они как бы являются комментарием друг к другу. И здесь сложно с этим поспорить. Понимаете? Понимаете? Потому что это действительно одно как бы комментирует другое, при этом одно не повторяет другое. Вы привыкли к подходу именно вариативному. Но вариативный подход мог бы предлагать вам что? Да. Вот это вариативный подход. Вы мыслите, 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 что вы добавляете какие-то элементы или изменяете внутри мотива. А комбинаторный подход, он другой совсем. Вы не добавляете ничего, вы не можете добавить. Понимаете? И в то же самое время, ничего не добавляя, вы должны варьировать. И это совсем не то же, что вариации. То есть на выходе может получиться как то же самое, так и нечто совсем другое. но сам тип подхода то совсем другой. Понимаете? И если вы как раз попробуете поработать с каким-то вашим музыкальным материалом чисто комбинаторно, то и как на уровне мелодии, так и на уровне формы в целом, вы поймете на самом деле силу этого метода. Просто приведу пример из своей личной практики. Сколько раз я сталкивался с такой неприятной вещью, когда ты доходишь до какого-то момента и ты понимаешь, что вот здесь чего-то не хватает. Здесь чего-то не хватает, не хватает какого-то кульминационного прорыва в широком понимании этого слова, не там, где громко, а в смысле переосмысления, выхода на некий другой уровень. И ты так, и сяк, это все, то есть ты вроде бы и понимаешь, что нужно, но оформить не можешь. И я нашел этому совершенно универсальное решение, более того, учу учеников, у них тоже работает. Если мы приходим к такой точке, это значит, что мы начали не с начала, в буквальном понимании этого слова. Сочинение началось не с того момента, где оно должно было начаться. Значит, я пишу вступление, опять же, в широком понимании этого слова, от одного некого сонора созвучия, да, до какого-то разветвленного материала. И этот материал взаимодействия с уже написанным и станет той отправной точкой, условно, кульминационной, которая мне была нужна, когда я не мог сдвинуться дальше. Ничего при этом не рушится, проверено многократно, на опыте не только моем, но и учеников, это значит, гарантированно работает, что это не значит, что это не специфика моей психики, да и моего творческого процесса, а просто метод, понимаете. Вот это, опять же, комбинаторика, но уже на более высоком уровне, элемента не хватало некого, элемента не хватило, с которым можно жонглировать, было два шарика, ну вы их держите в руках и держите, да, ну перекинули, это не жонглирование, третьего не хватало, вот тогда начинается жонглирование только, тогда начинается движение. И как и обещал, я остановлюсь сегодня на нескольких базовых каббалистических мифах, мифов там на самом деле немного, потому что это больше все-таки скорее логическая система, и тем не менее мифы там есть, и они тоже интересны, и из них тоже много чего можно вытащить для себя. Ключевой каббалистический миф конечно конечно как для любой мировоззренческой системы это миф о сотворении мира. Так вот, миф о сотворении мира каббалистический полностью сложился уже в творчестве Ицархалурия, это каббалист, который жил в 16 веке, так вот, он полагал, что изначально существовало некое сплошное единое божество, которое вот решило сотворить мир. Но сотворить мир оно нигде не могло, потому что бог занимал все существующее пространство. То есть, не было нигде пространства свободного, чтобы сотворить мир. И бог сжимается. Происходит процесс, который в каббале называется цимцум, это сжатие бога, и бог стал вот, ну, наподобие бублика или кольца. То есть, он ушел по краям, и в центре образовалось пустое пространство для последующего творения. И дальше как раз совершенно уникальное описание идет, которое практически точно воспроизводит современную модель возникновения Вселенной, ну, современную в смысле большой взрыв, которая появилась в начале 20 века, была озвучена впервые. Так и вот, из единой точки света начинается процесс творения. Эта точка света начинает стремительно расширяться, ну, учитывая то, что было заявлено что это точка света, мы можем догадаться, что расширялась она очевидно со скоростью света. И в процессе этого расширения она попадает в закономерности, которые были предвидены Богом, но которых до этого не существовало. Складывается первичная форма, вторичная, третичная, четверичная и так далее. и это ничего не напоминает. По сути, это напоминает абсолютно точно современную астрофизическую модель рождения Вселенной. Первичная точка, которая взрывается, начинает расширяться со скоростью света, и что появляется? Сначала появляется водород, да, единица. потом появляется все большее и большее количество атомов в элементах, и появляется вся периодическая система Менделеева. Появляется вся система многообразия организации окружающего мира. И по сути, вот, каббалисты говорят на языке чуть ли не физики. То есть Бог ушел, да не то, что он здесь там во все лес, рукой там поправлял что-то. Бог ушел, он где-то за пределами этой Вселенной. Ведь никто же не говорит, что его нету за пределами Вселенной. А здесь была пустота, из этой первичной точки появляется весь мир, и почему это хорошо ложится на периодическую систему? Да потому, что что такое каждый из элементов? Каждый из элементов отчасти похож друг на друга, а отчасти совершенно различны. То есть несмотря на то, что там у одного водорода там один атом, у гелия там два атома, но это совершенно разные вещи. То есть двоица не равна единице. Троица не равна двоице единице. Они каждый раз накапливают новые качества, приобретают новые качества на структурном уровне и организуют весь видимый мир. Так вот, согласно как раз Каббале, с помощью десяти сферот и двадцати двух путей на древе жизни, то есть тридцати двух элементов, Бог творит реальность, а если учесть, что еще в Каббалистике четыре мира, то есть это древо может быть учитверено, то мы получим по сути примерно то же самое количество, которое сейчас имеется в периодической таблице Менделея. Так что ничего, так сказать, нового нет под Луной, понятно, что Каббалисты это скорее предчувствовали и могли использовать для своих целей, у них не было целей физических, хотя многие из них были учеными, действительно, естествоиспитатели были, там тот же Флад, или для музыкознания наверное наиболее главная центральная фигура это Афанасий Кирхер, создатель большого количества музыкальных инструментов, музыкальный ученый, крупный музыкальный ученый, вот он как раз одним из первых начинает пользоваться системой вот древа жизни, как я вам показывал, она у него еще не совсем классическая, но он один из так сказать создателей этой системы как таковой Афанасий Кирхер как раз полимат, вот он всем сразу занимался, включая музыку. Вот, это миф первый, и миф на самом деле интересный, потому что он позволяет нам во-первых он показывает то, насколько можно глубоко прозреть структуру мира на уровне ее логики, вот, а во-вторых он показывает то, что на самом деле наш весь мир и на духовном, и на физическом уровне атомарен, но эти атомы разные, они по-разному организованы, если вы будете знать хотя бы 10 из них, 10 первичных, да, то вы сможете с этими кирпичиками как-то работать и выстраивать из них свои там философские или в общем назовем это творческие модели. Другой ключевой миф Каббалы это миф о мировой катастрофе, так называемый шеверадхакелин или разбиение сосудов, очень известный миф, дело в том, что тот мир, в котором мы с вами живем, согласно представлениям каббалистов, он не первый, он второй, а первому пришла хана, он рухнул, что-то пошло не так, и что пошло не так, это наиболее важно, то есть бог создал мир, все, энергия потекла, вспышка состоялась, первичный свет, он кстати выше, точка световая, она выше древа жизни, здесь вы видите, в вершине это только сфера, это уже сложившиеся элементы, водородик такой, вот, а первичная точка света, айнсов аур, или даже, сначала было айн, потом появилась айнсов, некая потенциальность, и вот айнсов аур, первичный свет, он до появления нашего мира был, это некий момент большого взрыва, так скажем, и все потекло, энергия потекла, все шло замечательно, там, от кэтер к хакма, потом к бина, пересекло бездну, дошло до хакма, до текло вот сюда, до пятой сферы, до гвуры, или гебуры, и произошла катастрофа, почему? Энергия была очень интенсивна, а сфера, чем ниже мы опускались, тем сферот все были более и более костными, то есть, более и более заматериализованными, и эта колоссальная божественная энергия, которая называется энергиями зла, вот эта сфера, гвура, или пахат, как ее еще называют, она не выдержала, и она лопнула. Что благодаря этому произошло? Во-первых, появились клипы, ну, не музыкальные клипы, а клипы, это скорлупы, это шлак, отброс, который посыпался весь уже созданный потом новый мир, то есть, новый наш мир с вами построен на руинах того мира, он не расчищал из пространства, поэтому в нашем с вами мире очень много вот этих клип, отбросов, это нечто, что скрывает в себе божественный свет, а откуда божественный свет? Клипот гвурата рухнула, и разлетелись вот эти осколки, оцветы, искры, энергиями зла по всему миру, но были сокрыты скорлупами. Так вот, с точки зрения кабалы, с точки зрения кабалистики, эти клипы, они вокруг нас везде. Например, мы можем встретить там человека, который вроде бы как человек, обычный человек, но в нем на самом деле божественной искры нет. Это клипотическая такая личность. там у него ехиды нет внутри. А можем наоборот, понимаете, взглянуть на мир и увидеть в том, что считается отбросом, что считается безобразным чем-то внутри божественную искру. И этическая цель человека с точки зрения кабалы, как раз нахождение этих искр, нахождение их и возвращение наверх, возвращение в сон небес. Это называется парцюфим, создание новых ликов. Но это уже не суть важна. Важно то, что на самом деле кабала ориентирует человека не на стремление к чему-то общепринятому прекрасному, а на поиск прекрасного в том, что считается отбросом, в то, что считается лишним, ненужным. Потому что поверхность, она обманчива. За вот этой поверхностью клепатической, за осколками этих сосудов скрываются божественные искры. И если человек сумеет их найти, то он выполнит колоссальную этическую задачу. Потому что тут мы приходим к третьему как бы базовому мифу каббалистическому в отличие от там других религиозных представлений или там философских в каббале Бог он с одной стороны созидает мир, но он создав человека наделяет человека свободной волей как помощника себе. Человек может не помогать Богу, а может помогать, но только при помощи всех людей, которые помогают Богу в процессе восстановления мира, этот мир может быть восстановлен. Понимаете? То есть просто там падать ниц, долбиться головой опал или об стену и просить Бога исправить этот мир с точки зрения каббалы бессмысленно, потому что Бог этого делать не будет ни при каких обстоятельствах, он уже все для этого сделал. Он сделал человека, который может это сделать. Поэтому если все люди объединятся и начнут преобразовывать этот мир, то соответственно этот мир изменится. Помните как выглядит знаменитая фреска Микеланджело Буонаротти «Сотворение Адама»? Вот как раз там зашифрована очень близкая идея у Бога палец, если вы помните, он указательный полностью разогнут. В то время куку Адама он согнут палец, и их пальцы не соприкасаются. Так вот если Адама разогнул палец, он бы прикоснулся к Божеству. Ну вот, и вот это каббалистическая идея, то есть идея о том, что именно человек должен помочь Богу сотворить этот мир заново в виде парцуфим, в виде воссозданного некого идеала, а не уповать там на некое божество, некое правительство, инопланетян или еще кого-то, кто прилетит и поможет. Так что показываю, что на самом деле мифы каббалистические при всем, при том, что они как бы похожи на религиозные мифы, на самом деле они очень хорошо ложатся на современную картину научной реальности, и они не перекладывают ответственность, то есть ключевая это проблема религиозного сознания во многом в перекладывании ответственности на божество и в невидении, естественно, это уже отдельная сложная тема, в невидении неких своих пороков они вытесняются у религиозного сознания, но это сложная психологическая тема, которую я сейчас касаться не буду. Вот. Здесь этого нет. Поэтому каббалистика как некая универсальная модель мировоззренческая сейчас по-прежнему процветает, она активно использовалась в резинкрейцерских сообществах с момента их возникновения до по большому счету их современного состояния, она же активно перешла в масонство и в постмасонские организации, в том числе опять же активно существующие по сей день. Так что говорить о том, что каббала это некая действительно старинная система, которая может нам помочь сейчас, это не совсем правильно. Все-таки каббала это современная система, которая наполняется совершенно новым контентом и позволяет нам видеть актуальные вещи, а не использовать там некие, не возврат к истокам это, а вполне современный процесс роста. Чтобы показать вам еще раз напоследок уже, насколько чудовищно может быть незамечание тех или иных явлений, я сошлюсь, пожалуй, на Мишеля Пустуро. достаточно видный медиевист, который прославился своими работами о цвете, так вот, в его работе «Синий», посвященное, как вы понимаете, синему цвету, он приводит вот такой пример. Дело в том, что на протяжении всей античной Греции люди не видели синий цвет. Не значит, что у них глаз был другой, глаз такой же был уже у развитых гоминид, ну, миллиона так три лет назад, да, то есть, три миллиона лет назад уже, в общем-то, глаз предков человека ничем не отличался от современного глаза. А это значит, что он различал такое же количество цветов. Почему греки не видели синего цвета? Почему они описывали, например, Василек как красный, а море могли называть черным? Да по той простой причине, что способ нашего деления спектра, допустим, что звукового, что цветового, он зависит от культурных доминантов. Для греков, как и для любой древней культуры, были доминантными три цвета древнего мира. Белый, красный, черный, закрепленными за ним смысловыми кастовыми представлениями. То есть черный, понятно, для всех работников. Черный, причем это не современный черный, современный черный цвет появился в эпохе Ренессанса. Я имею ввиду, естественно, одежду. То есть красителей черных достаточно сложно сделать. То есть черная одежда это выморанная была, красная одежда это одежда, напоминающая цвет крови, одежда воинов, чтобы не особенно в бою врага радовать. Вот. И, соответственно, белая одежда это одежда священников, но опять же она не белая была в современном понимании этого слова, а просто выбеленная на рассе. То есть если это хлопок он был более белый, если это лен он был вообще ни разу не белый, но все равно это считалось все белым. То есть белый это некий чистый. И в этой системе ценностей синему места нет. Есть три страты, три социальных функции, три цвета закрепленные с ними и нужно уметь строго отличать эти три цвета. А остальные цвета не имеют значения. Потом постепенно туда украдкой зеленый прокрался, а синий цвет приходит в Европу по большому счету, то есть именно равноправно этим цветам в 12 веке. В 12 веке новой эры. Понимаете, когда он начинает появляться на витражах, там начиная с Шарцкого собора и уже потом на других готических соборах. И это научные факты, понимаете, это не значит, что если вы не начнете там какие-нибудь раскопки, что вы не найдете в Греции и синие краски, найдете? Но они не отличали, вот я вам сейчас покажу там не знаю, светлый кадмий и темный кадмий, по очереди покажу, вы скажете, что это один и тот же цвет. Вот у меня он стоит под боком акварельные карандаши, 180 штук, и там они аккурат по тонам идут. Если я вам оттуда не то, что подряд два цвета, вместе я их поставлю, вы, наверное, отличите, какой посветлее, какой потемнее, но не точно. А если я вам по очереди их покажу, вы не скажете какое-то. Вы не можете так тонко их отличать, потому что у художника глаз наточен в сотни раз острее, чем у обычного человека. То же самое относительно звука. Так вот, для греков просто это был, небольшой вариацией на тему красного, тот же синий. Был бы он потемнее, ну, значит, черный. Его куда-то добавляли к базовым цветам, потому что доминанта была трехсоставная. Начиная с несчастного Ньютона, который расщепил таки на свою беду свет на спектральную составляющую и сдуру ляпнул, что их семь. он же уже в конце жизни закаялся, он же уже орал просто, да не семь их, ребята, это континуум, он непрерывный, его как угодно делить можно. Но уже все, как бы сказал, да, слово не воробей. И вот чем оно так не воробьем и до сих пор является, понимаете, уж все носятся с этими несчастными цветами, да, радуги. Вот, сейчас их еще периодически шесть становится, вот. Но это уже за пропаганду можно получить. Это уже другая тема. И получается, что наше восприятие мира, из него могут выпадать просто тонны объектов. Как для греков не было синего как такового, понимаете. Обставляете, если мы привыкли опять же к своей тоновой системе звуковысотной. Ведь мы же отлично можем натренироваться не то, штук четвертоновой, мы одну шестнадцатую тонну отлично слышим, прекрасно. Ну, там, любой струнник, а струнник по первому образованию, ну, вы же как-то скрип подстраиваете, да, там, сотые деления этих герцев, да, вы можете контролировать, чтобы настроить чистый инструмент. Значит, вы эти тонкости слышите, значит, такая музыка может быть, исходя из этих составляющих. Да, может. и вот это как раз и та идея, на которую я бы хотел вас сориентировать, понимаете, именно системность, необычная системность. Если вы пользуетесь какой-то системой при создании своего сочинения, а не просто ориентируетесь на слуховой опыт, вы можете создать что-то интересное. если вы ориентируетесь на слуховой опыт, то, скорее всего, все закончится не более чем подражанием. И в завершение сегодняшней нашей встречи я вам как раз такой пример подражания приведу. Я всегда объяснял своим студентам на журфаке, они меня спрашивали, почему там, допустим, квадрат Малевича это великое произведение, хотя он сам такое намазать может. Но я не уверен, что может, он просто масляной краской видать еще не пользовался, не знает, что на самом деле не так уж это и просто сделать, а во-вторых, это квадрат не квадрат, да и он не черный. Вот, это уже десятый момент. Но, предположим, что-то правда может. Ну вот кто-то там линию провел, сказал, что это произведение. Но, вы понимаете, что до этого живопись вот существовала 34 тысячи лет. И почему никто не нарисовал черный квадрат. А знаете почему? Потому что не видел. Не видел такой возможности. Не видел такой возможности. А когда он уже открыл эту дверь, так теперь любой может. Смысл-то только в том, что художник, находя новую дверь, всегда думают, что художник ее открывает для социума. Но на самом деле все с точностью да наоборот. Вокруг нас куча открытых дверей, но мы их не видим. А художник, наоборот, находит эту дверь и за собой ее захлопывает. И вот когда ее захлопнули, мы ее уже видим, но войти-то в нее уже нельзя, понимаете? Вы можете с хоть десять этих черных квадратов нарисовать, но это будет плохой Малевич. В лучшем случае это будет хороший Малевич, но это все равно будет Малевич. Потому что ну вот как работают художники-монументалисты, он же не сам там этого Ленина на какой-нибудь стене будет рисовать, его мылеры будут рисовать, он же образ создает, он создал образ, а его уже другие там реализуют. То есть художник же не обязательно тот, кто сам все своими руками делает. Тот же самый Энди Орхал, он еще очень редко руку свою к чему-то прикладывал, но он же художник, он создает идею, а там ее же технари рисуете квадрат Малевича, все равно будет Малевич. Просто реализованный вами как технарем, просто реализованный вами и в музыке то же самое. Когда вы ориентируетесь на слуховой опыт, вне зависимости от того, вы это написали, не вы, это просто некая квинтэссенция того, что и так есть сейчас. Оно в каком-то смысле не ваше, даже если оно ни на что буквально и не похоже. Понимаете? И нужно уметь найти вот эту отправную точку, найти отправную систему, создать свою систему, при помощи которой вы сможете не столько даже работать с звуками, сколько работать с идеями, которые организуют эти звуки. Если вы это сможете, вне зависимости от того, получите вы известность, не получите, это на самом деле известность, как известно, это просто фактор случайности. Далеко не все известные люди достойны известности, далеко не все, что мы не знаем является недостойным. Всплывание, не всплывание наше профессиональное, это фактор исключительно случайности. И как говорят мудрые люди, гений это прибавочная стоимость к таланту. Но здесь важно то, сумеете ли вы нечто свое выстроить как творческая личность или не сумеете. Если сумеете, то ваш вклад грандиозен, вне зависимости от того, послушает это 10 человек или 10 миллионов человек. А если не сумеете, то по большому счету вы жуете уже жеваную жвачку. И если опять же вернуться к психологии Карла Густава Юнга, то мы можем понять такую простую вещь, что человек, который умеет преодолеть некие пределы ограничений своей эпохи, создать некий новый взгляд на вещи, даже на уровне своей психики просто. Он уже каким-то парадоксальным образом начинает его транслировать на других. Его поведение меняется как таковое, его речь меняется, его мышление меняется, а на самом деле человек очень сильно взаимосвязан с другими. Намного больше, чем об этом принято сейчас говорить, при том, что очень много есть специализированных данных на эту тему. Просто наука нечто, что не может пока контейнировать, она, как правило, это держит в такой песочнице научной. Не то чтобы отвергает, но держит в песочнице под контролем. И понимаете, если вы создаете, почему рукописи не горят? Да потому что, если вы действительно создали некую свою систему, некий свой необычный взгляд на звук или на краску, на слово, вне зависимости от того, будет это уничтожено, покажете вы это кому-то или не покажете, оно уже запускает некую волну, оно уже является неким вбросом в культурное пространство, и это работает. Оно позволяет реализоваться чему-то новому и у других. Если вы этого не сделаете, но в каком-то смысле композиторы, которые называют себя традиционалистами, которые пишут в стиле какого-нибудь автора, этим очень горбдятся, но в каком-то смысле речь идет о паразитировании, просто о паразитировании, доедании останков какого-то давно убитого медведя, и вот это никакого толку нет, если не считать просто вашу сверхзадачу, что вы пытаетесь себя этим прокормить, но поверьте, это не самый такой денежный способ, можно найти способ, как себя прокормить значительно эффективнее, чем писать на музыку. Ну, наверное, у меня на этом все, у нас сегодня скорее такое общее введение, мне бы важно было скорее расшатать некий ваш общий взгляд на мир в целом, показать, что такое системность, и завтра одну из таких систем, то есть систему каббалистического древа жизни, древа ЭЦАХАИМ, мы с вами и посмотрим. Есть ли у вас вопросы, коллеги? Григорий, можно мне такой вопрос? Потому что вы рассказали, может быть, он покажется наивным, но мне все-таки интересен ваш ответ. вы сказали, что вот когда художник создает произведение, ему кажется, что это красиво, но публике это окажется недостаточно красиво. А может быть обратный процесс, когда художнику это кажется недостаточно красивым, а публике кажется красивым? Может, на самом деле, это просто некий усредненный вариант, более того, художнику может казаться нечто прекрасным, что он делает, а у публики вызывать реакцию именно безобразного. То есть мы понимаем, что если мы, допустим, усилим у себя постоянно испытываем некую боль, опять сравним с болевым порогом, то у нас чувствительность к ней очень низкая. И для нас вот такой, допустим, нажим будет ну чем-то нормальным, но если мы нажмем кому-то другому, тот может с ужасом отдернуть руку, потому что ему это будет больно. Поэтому если художник привыкает к сверхзашкаленности внутри своих эмоционального своего мира, это может произвести на публику эффект ужасного, а не прекрасного. Может быть и наоборот. То есть вообще в принципе красота переходит в ужасное посредством ее сгущения, уплотнения. Потому что что такое красота? Это некие уколы отпускания. То есть она нас привлекла внимание и дальше уже нам не угрожает. соответственно мы включаемся в процесс ее контейнирования. То, что нам угрожает, это когда укол и нарастание последующее, которое мы уже контейнировать не можем, мы пытаемся от него всеми возможными способами сбежать. Вот. Может ли для человека, для художника быть что-то безразличным, а для публики прекрасным? Да, вероятно, может. Если, опять же, он уже многократно шел по этому пути, сам по себе этот путь, его путь нов, то есть он не ориентируется на какие-то внешние, так сказать, ориентиры, но сам внутри этого пути он не слишком развивается. Соответственно, для него первое произведение, которое он создавал, могло ему просто быть взрывом мозга, но сейчас это просто некая техническая работа. Но, так как для публики это будет абсолютно ново, она не слышала такого, она не контактировала с таким, то она может воспринимать это как прекрасное, в то время как для автора это просто нечто безразличное. Просто я сказал о неком универсальном, наиболее преобладающем способе. Безусловно, здесь нужно анализировать каждую конкретную отдельно взятую ситуацию, но механизм будет тот же самый. Просто нужно понимать, как он отыграется в такой ситуации и уже принимать решение, куда нам двигаться, если все стоит вот в этом-то месте, а не в другом. Да, спасибо за вопрос. Спасибо. Окей, ну что тогда, ребят, до завтра, завтра в это же время, также примерно два часа, я расскажу о древе жизни, и давайте, наверное, я сегодня вам покажу книжки, потому что я завтра с другой своей квартиры буду читать лекцию, и мне лениво книжки тащить туда просто. Ну вот, давайте покажу вам литературу, но я вам уже показывал один том из своих книг, это четырехтомник по Старшему Аркану Таро, это самое объемное в мире исследование, посвященное Старшему Аркану Таро, я не побоюсь этого слова, действительно, самое большое в мире исследование. Вот, и помимо этого, по Кабале, самая простая книга, с которой я бы посоветовал вам начать читать, это книга «Мистическая Кабала» Дионы Форчун, это писательница, писательница-фантастка начала двадцатого столетия, у нее переведены и ее романы на русский язык, но вот она состояла в одном из отделений герметического ордена «Золотая заря», то есть это прото- или, так сказать, постмасонские организации, и вот она написала книгу «Мистическая Кабала», в чем плюс этой книги? У Дионы Форчун блестящее владение языком, она писательница, и она пишет не столько какие-то философемы, сколько свое ощущение каждой из этих сферот, поэтому, на мой взгляд, первый контакт с Кабалой, вот через нее он самый простой, он не структурированный, он скорее интуитивный, но он очень эмоциональный, и это очень, просто она легко читает, тебя, по-моему, за один день прочел, она, ну, как бы, настолько эмоционально опишет, что тут просто читаешь как художественную книгу, поэтому вот это вот прям вот совсем такая классика, много раз переиздавалась на русском языке, ну, и, естественно, есть в свободном доступе в сети, можно скачать. следующая книжка, я вам ее уже показывал, она есть в двух вариантах, сама по себе книга издательства Ганга «Магическая Каббала», здесь не написан автор, потому что это как бы сборник, ну, именно как бы, потому что 90% этой книги занимает книга Джона Боннера, которая так и называется «Каббала. Магическое руководство для начинающих». Вот здесь как раз структурные все компоненты, именно система соответствий, что к чему относится. Это суховато, хотя и хорошо. Джон Боннер большой интеллектуал, он тоже из постмасонских организаций, вот, и здесь же бонусом прилагается, во-первых, Сефер ЕЦРА, это, собственно, первоисточник, про древо ЭЦАХАИМ, тогда оно еще не было древом, это были просто 10 сферот концентрических, это первый иудейский текст, в котором упоминаются сферот. Вот. И здесь же есть очень интересный материал, Уильям Уэсткотт, о цифрах. Оккультная сила и мистические свойства числа. Это книга 890-го года, Уэсткотт, один из основателей герметического ордена Золотая Заря, собственно, базовой организации, герметическая, которая оказала влияние на весь 20-й век и оказывает по сей день. Все современные герметические организации ордена строятся по модели Золотой Зари, на Золотую Зарю, по Золотой Заре написаны научные диссертации в России. То есть, это некая фундаментальная, так скажем, контркультура. В Европе она была в виде герметических орденов, в России она была в виде Бердяева, Соловьева и Жесни. Так что здесь почему интересно, потому что это именно философская нумерология. Не профанная, не пошлая нумерология, а нумерология высокого такого класса. А так как мы с вами все-таки с числами работаем, и числа в музыку, как вы понимаете, особенно активно стали входить именно в это же время. Помните, насколько важным число было для системы Сергея Ивановича Чатанеева, который современник Весткота. То есть, вся полифония, да, основана на числе, на работе с числом. Поэтому, в общем-то, неплохо будет, если вы будете это знать. И есть эта же книга, тоже издательство Ганга, только называется на магическое Каббала Телемы Золотой Зари. Здесь бонус другой. Сначала, опять же, Боннир тот же самый, а вот бонусом тут Патзалевский, Каббала Золотой Зари. То есть, здесь бонусом совершенно другая книга приводится. Ну, не знаю, кому как, мне кажется, что вот это вам, наверное, если те зайдут две, скорее комментариям. Там все-таки фундаментальней, здесь это скорее некий дополнительный комментарий. Здесь Залевский разбирает символику букв еврита, что такое Шамхамфараш и так далее. То есть, достаточно важные для Каббалы понятия, которые в других книгах не рассматривались. И, наконец, еще один материал литературный. Это Гаррет Найт. Гаррет Найт. Тоже Ганга издавала. Это практическое руководство по баллистическому символизму. Вот. Так, книжка называется. Автор Гаррет Найт. Британский автор, англоязычный автор, очень интересная работа, более подробная, я бы сказал, более научная, более фундаментальная, но я бы ее поставил вот именно третий. Мне кажется, если начинать с нее, то можно всякий интерес потерять. Опять же, по той причине, которую мы сегодня обсуждали. Когда вы не можете сложить нечто в кластер, вам кажется это малоинтересным. Когда вы уже получите эмоциональную подпитку от Форчун, потом посмотрите, возможно, покажутся вам они парадоксальными, какие-то параллели у Боннера, но потом Найта читать уже легко. Если начинать с Найта, может показаться, что это просто нагромождение каких-то фактов, но фактов там больше всего. И они, конечно, разные, это разного поколения авторы, это разных школ авторы, вот, поэтому, вот такая литература. Я не лезу естественно в кошерную каббалу, я вас не отправляю к Лайтману, да, есть иудейская каббала, классическая, это замечательно, отлично, но просто навряд ли оно поможет творческому человеку, если вы неправоверный иудей, вот, и не хотите комментировать Талмуд. Вот, если вы хотите комментировать Талмуд, то, наверное, вам не особо надо музыку писать. Вот, и я не отправляю вас ко всяким совсем, как бы, оккультным, да, к старым вещам, к Резенкрейцерской каббале, там, к Нору фон Розенроту и так далее. То есть, там, это тоже очень интересно, это любопытно, но это скорее, если вы дорастете, да, интереса, как вот у меня, да, интереса к истории и культуры, для меня, я не могу сказать, что я, прежде всего, композитор, я именно всегда старался и есть полимат, и для меня композиция это просто одна из форм, да, то, чем я занимаюсь, и даже не вторая часть, а, наверное, одна десятая из того, чем я ежедневно себя занимаю. То есть, для меня, вот, конечно, это интересно, это действительно очень интересно, и для этого, оттуда можно очень много чего взять для современного мира, для понимания его, для каких-то новаций в области журналистики, театра, музыки, чего угодно, но это уже будет сложновато, поэтому попробуйте полистать то, что я вам порекомендовал, скачать это, завтра мы остановимся на структуре древа жизни, поговорим об ассоциациях, о соответствиях с ними, и, может быть, бегло пробежимся по путям, не только по сферот, но и по путям, в том виде, как они сопряжены с картами Таро, классически, да, то есть, где каждая буква соответствует еще определенной карте Таро, так как карта Таро, на самом деле, не более, чем базовые философемы, философемы времени, да, философема, там, колеса, колеса в самом широком понимании этого слова, философема власти, надежды, и так далее, то есть, базовые философемы, которые каждую эпоху приобретали, разные черты, но которые никогда не отмирали, поэтому посмотрим, как это структурно организовано, и вы уже попытаетесь самостоятельно для себя сделать выводы, является ли для вас это просто расширением кругозора, или возможным инструментом для вашей работы, для кого-то, возможно, станет вообще, в принципе, его профильным интересом. Ладно тогда, на этом у меня все, всех благ, и до завтра. Рекординг stopped.